Hello everyone! Ребята, в этом видео мы с вами поговорим о том, как правильно учить слова. Ну, может быть, неправильно, а просто более эффективно. Надеюсь, вам это видео поможет структурировать вашу систему обучения, особенно если вы обучаетесь самостоятельно, без помощи учителя. Поэтому оставайтесь со мной, не перелистывайте никуда. Меня зовут Анастасия, это канал Puzzle English. Поехали! Итак, мои дорогие, правило номер один. Мы не учим слова вне контекста. Почему? Потому что у нас, я думаю, у многих есть такая привычка. Мы вот смотрим много роликов на ютубе, смотрим какие-то фильмы, читаем новости, читаем книги, еще что-то. Отовсюду куча информации. Мы записываем эти слова в какую-то непонятную рандомную кучу. Они не связаны между собой вообще никак. И мы думаем, что у нас все получится. На самом деле очень важна ассоциативная связь. Поэтому я вам советую, особенно, опять же, для тех ребят, которые изучают английский самостоятельно, выберите себе, ну, типа, тему недели. К примеру, вот эту неделю я буду изучать тему путешествия. Допустим, можете эту тему растягивать на две, на три недели, неважно. Вот, главное, чтобы у вас была одна тема, объединяющая слова, которые вы собираетесь выучить. Это вам облегчит жизнь и облегчит организацию вашего словаря. Да, неважно, вы пишете на бумаге или вы пользуетесь какими-то электронными словарями, да, онлайн-словарями. Кстати говоря, не забывайте то, что у нас на сайте на Puzzle English тоже есть словарь, которым вы можете пользоваться и играть там разные игры, и тоже вот учить слова, тренировать тоже как подспориво будет. Правило номер два. Мы не учим отдельные слова. То есть, например, возьмем слово news. Вот сегодня я хотела бы вам как раз рассказать о словосочетаниях со словом news. Мы не берем это слово и не выписываем в наш словарь, да, и все, и забываем об этом. Выписывайте словосочетания с этим словом. Например, что мы можем делать со словом новости? Мы можем их читать, слушать, смотреть, не верить и так далее. Прям так и пишите в словаре. Hear news, watch news, listen to news, believe the news, и все на свете. Окей? Да, то есть это тоже очень важно. Во-первых, это вам помогает обогатить ваш словарный запас. Да, то есть вы выучили не одно слово, а еще куча всяких прилагательных глаголов и все на свете. Да, и вот вам, пожалуйста, непосредственное обогащение вашего вокабуляра. Итак, из этого моего второго совета у вас наверняка возник вопрос. Откуда же я буду узнавать все эти словосочетания? Как я буду понимать, что правильно использовать, что неправильно? Ребят, научитесь правильно пользоваться словарями. Вот сегодня как раз я вам дам несколько советов, которые, надеюсь, вам помогут правильно именно открывать эту книжечку или сайт и извлекать оттуда просто максимум пользы. Смотрите, давайте опять же возьмем слово news и откроем словарь Oxford Learner's Dictionary. Да, он англо-английский, то есть толковый, но вы можете, например, перевод самого слова посмотреть в русско-английском словаре. Нам здесь нужно обратить внимание уже именно на примеры, то есть как наше слово функционирует в разных предложениях с разными частями речи. Вот давайте посмотрим на примеры. К примеру, первый вопрос у нас здесь. What's the latest news? То есть какие самые последние новости? Открываем наш словарик, куда вы записываете вот эти все новые слова и пишите прям the latest news. Прямо с артиклем совсем-совсем на свете. И перевод, последние новости. Не теряйте, ни артикли, ни предлоги, это все очень важно. Дальше, например. Have you heard the news? Ты слышал новости? Ты слышал или новость, да, в данном случае, может быть. Тоже прям можете записать прям как вопросом, целый вопрос. Ты слышал новости? И выучить прям как такую, как структуру устойчивую, прям как идиома практически. Ты слышал новости? Потому что, ну вот в данном случае мы будем использовать только present perfect. Поэтому реально можно просто выучить, просто выучить этот вопрос. Или следующее предложение. That's great news. Да, отличные новости. Опять же, тоже прям можете себе фразу выписать, а то в предложение. И так далее. Еще у нас есть замечательные словари, например, как Cambridge Dictionary Online. Но он мне нравится меньше просто потому, что там меньше примеров. Все-таки в Oxford там у вас прям, ну как вы вот видели сейчас на ваших экранах, прям полотно, да, разных-разных-разных выражений, фраз и так далее. Вот. И еще Macmillan Dictionary. Тоже тот же самый принцип. Да, примеры, объяснение слова, транскрипция и все на свете. Вот еще в хороших словарях, вот в этих трех, да, к примеру, у них всегда есть еще кнопочка с идиомами. Да, то есть если вы хотите выучить какие-нибудь идиомы, связанные с этим словом, можете нажать и посмотреть, какие там еще идиомы есть. Это тоже полезно и интересно. Да. Вот. Еще есть словарь Merriam Webster. Но обращаю внимание, что он американский. Да, то есть если вы увлекаетесь больше американским вариантом английского языка, то пожалуйста. Вот хотя и в Cambridge, и в Oxford всегда пишут, ну, обозначение, да, британское ли это произношение слова или значение даже, или американское, да, то есть всегда сносочки есть. То есть тут как бы, ну, выбирайте, что вам удобнее. Пункт номер три, о котором я хочу вам рассказать, это что такое выученное слово, да, то есть слово, которое вы знаете, понимаете, да, выученное. Во-первых, это слово, которое вы можете написать, то есть вы знаете, как оно пишется, там все буковки на месте должны быть. Знаете, как оно произносится, можете его различить также на слух и знаете его основные формы. Основные формы, ну, например, если мы говорим про глаголы, да, правильный, неправильный глагол, если неправильный, мы должны знать три формы глагола, говоря о прилагательных, например, можем ли из этого прилагательного сделать тоже, например, глагол, да, или с какими существительными это прилагательное может употребляться, говоря о существительных, исчисляемое, но неисчисляемое, может ли принимать форму множественного числа, или оно всегда стоит во множественном числе, да, то есть когда мы знаем всю эту информацию о слове, мы можем считать его выученным. Ну, потому что мы уже столько всего о нем знаем, что прям как лучший друг нам становится. Вот, давайте с вами опять же посмотрим на пример со словом news. Открываем наш словарик и видим слово, вот внизу, таким сереньким оно выделено, uncountable. Это значит, что у нас слово news неисчисляемое. То есть автоматически я не могу сказать anews, to news и так далее. А обычно мы его вообще употребляем только с артиклем the. Как мы это понимаем, ребят? Опять же, мы смотрим на примеры в словаре. Всегда, пожалуйста, обращайте внимание на примеры, которые нам словарь выдает. Оттуда можно извлечь всю информацию о нашем слове. И четвертое, о чем бы я хотела вам сказать, это уже скорее не правило, а просто совет по организации словаря. Ребят, особенно если вы, знаете, такой прям креативный, творческий человек, это вам зайдет. Я вот не знаю, пользуетесь ли вы онлайн-словарями или вообще чем-то. Для меня лично, не знаю, вот как-то не заходят мне онлайн-словари. Прям, не знаю, не могу. Я все время рисую все у себя в тетрадочке. Ну, во всяком случае, рисовала, когда вот прям учила-учила английский язык. Сейчас рисую, когда мне нужно подготовиться к урокам. Не в плане я там картины рисую, а рисую схему. Mind nap она называется. То есть в середине мы рисуем либо тему, в кружочке ее обводим, либо тему, которую мы изучаем, например, traveling, либо слово, как в данном случае мы сегодня рассматриваем news. Нарисовали кружочек наш, написали слово news, и потом можно стрелочками от него нарисовать под темы. Например, я для себя выбрала, вы можете выбрать любые под темы, которые вы хотите. Я выбрала для себя how to talk about it, about the news, имеется в виду. What people do with the news, на что люди делают. Ну, в смысле, опять же, слушать, читать, вот это все я имею в виду. И what kind of news are there, на какие виды новостей существуют. Сейчас мы тоже об этом поговорим. Опять же, выбирайте любые темы, любые слова, и все, делайте обучение интересным для себя. Потому что, на самом деле, когда вы изучаете язык самостоятельно, мне кажется, себя очень трудно мотивировать. Поэтому вот прям максимально заинтересовывайте сами себя. Вы же знаете, что вам нравится, что вам интересно. Поэтому давайте поответственней. Давайте начнем с первой моей под темы how to talk about news. Опять же, прям берем мы словаря, насмотрим наш Oxford и поехали. Смотрите, у нас есть national, национальные новости. International, local, a news story, a news item, a news report, news media, news coverage. И все, вот прям все на свете. Здесь также есть предлоги, например, которые мы употребляем с этим словом. News about, news of, news on. То есть, прям вот, ну, вы можете выписывать не все слова, а которые вас самих заинтересовали. Например, я бы выписала отсюда, ну, national, international, local news, a news story, news coverage, breaking news. Да, горячие последние новости, front-page news, новости на первой страничке. Вот, в общем, вы можете выписывать все, что сами хотите. Дальше. What people do with it? Да, что люди делают с ними? Вот здесь можно найти в словарях, да, опять же есть примеры, да, как here news, мы с вами видели примеры. Либо тоже можете сначала подумать, что бы вы хотели сами на русском языке сказать. Да, то есть, слушать, читать новости и все такое. И потом уже найти эти эквиваленты в словаре. Либо есть еще один замечательный словарь, который называется osdig, и это уже словарь именно выражений. Да, то есть, отсюда мы можем, просто вбиваем слово, например, опять же, наш news, и выводятся там глаголы, которые мы используем с этим словом, прилагательные, предлоги, иногда еще идиомы пишут там, в общем, все, что найдете, все ваше. Так, к примеру, отсюда мы можем взять глаголы have news. Да, у меня есть новости. Have the news. У меня есть новости. Here, learn, receive. Получать новости. Catch up on. Наследить за новостями. То есть, прям, выписывайте все, что вам нравится. Дальше смотрим, едем. Вот, например, у меня по теме, опять же, была What kind of news are there? Да, какие новости у нас существуют? Опять же, вот из этого словаря osdig мы можем взять Encouraging, да, такие бодрящие новости. Excellent, восхитительный. Good, great, marvelous, terrific, wonderful, да, восхитительный, волшебный и так далее. Или наоборот, bad, sad, terrible, да, плохие, грустные, ужасные. То есть, вот, видите, вся информация о даже грамматике, то, как мы можем использовать грамматические слова в предложении, у нас содержится в словарях. Поэтому не ленитесь. На самом деле, это не так сложно. Это даже можно интересно делать. Если вы работаете, например, в какой-нибудь IT-сфере, делаете какие-нибудь нереальные сферы, вот эти вот схемы, все, что угодно, на компьютере. Ну, в общем, фантазируйте, ребят. Главное, не падайте духом. Английский язык замечательный, язык, он открывает очень много дорог. Я вам желаю успехов. And see you soon. Субтитры сделал DimaTorzok